Начнем мы с события, значение которого имеет перспективу для региона на ближайшие пять лет. Владимир Уйба в эту среду официально вступил в должность главы республики. Протокольные стандарты церемонии инаугурации, которым не один десяток лет, изучила Александра Головина. Субтитры создавал DimaTorzok 145 тысяч жителей Коми. Итоги всенародного голосования. Владимир Уйба за неполные шесть месяцев работы сумел завоевать доверие избирателей. И это в непростых условиях, с которыми столкнулся край в последние полгода. Избирательная комиссия республики Коми признала выбора главы республики Коми состоящимися, а результаты выборов действительны. Уйба Владимир Викторович, выдвинутый в порядке самодвижения, получил свою поддержку 145 тысяч 70 голосов избирателей. Рука на Конституции – торжественная присяга на русском и Коми языках. Инаугурация проходит в рамках строгого регламента. При всей важности момента сама процедура без какой-то излишней пышности и помпы. Главное достояние республики Коми – это народ республики Коми. Отныне чаяния и заботы народа республики Коми – мои чаяния и заботы. А победы народа республики Коми – наши общие победы. Владимир Уйба – глава республики Коми, теперь без приставки в Рио. Местом инаугурации стала республиканская филармония. До этого несколько лет подряд процедура проходила в госсовете Коми. Спокойно и уверенно Владимир Уйба, следуя регламенту, вступил в должность. Был в хорошем настроении, но не многословен. И тем не менее, сказанное им, цитирую, «чаяния и заботы жителей республики, теперь мои чаяния и заботы» уже разлетелось по десяткам заголовков СМИ. Вся процедура длилась не больше получаса, и это гораздо меньше, чем первая в истории нашего региона инаугурация, которая шла без малого 4 часа. 7 июня 1994-го этот жаркий летний день вошел в историю Коми после официального вступления в должность Юрия Алексеевича Спиридонова. Инаугурация как главный символ окончательного перехода от советской системы ко власти нового времени, теперь она сосредоточена в одних руках. Присяга первого избранного всенародным голосованием руководителя республики, конечно, требовала особой церемонии. Здесь такую никто и никогда не проводил. Мы вовсе не стремились проводить предстоящие инаугурационные торжества как-то чересчур торжественно и пышно. Было не до того. В республике не хватало многих продовольственных товаров. Постоянными были задержки зарплаты. И мы хотели к инаугурации подготовить какие-то первые шаги, чтобы народ почувствовал, что появилась новая власть. И эта власть начала решать проблемы. На повестке новый правительственный состав. Переговоры, совещания, все было в головах, но не на бумаге. Инаугурация при этом оставалась на втором плане. На помощь решили никого не звать. Сценарий написали сами. Местным проведением выбрали театр оперы и балета. За опытом обратились к Татарстану. Инаугурация для Владимира Уйба, наверное, больше, чем простая формальность. Скорее, это обретение огромной ответственности за судьбы и достаток тех, кто республику сегодня населяет. При этом, безусловно, с уважением к национальному аспекту. Субтитры создавал DimaTorzok